МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Килограмм бесхозного мефедрона. Полицейские ищут, кто же оставил пакет с наркотиками в лесу. Казаевским огласили вердикт. К чему приговорили членов банды. Об этом и не только прямо сейчас. Громкий хлопок среди ночи разбудил жителей одного из домов по улице Меридианная. Что-то взорвалось в припаркованном рядом с домом автомобиле БМВ. К тому времени машина была уже объята пламенем. Но нашлись свидетели, видевшие, как дорогую иномарку поджигает неизвестный мужчина. Он тут же попытался скрыться, но вслед за ним бросились очевидцы. Чем все закончилось, расскажет Альбина Минебаева. Машина взорвалась. БМВ. Прям под окнами. Услышав грохот в ночной тишине, многие жители ближайших домов прильнули к окнам, увидев, как на улице загорелся припаркованный автомобиль БМВ. Люди бросились на ликвидацию пожара. Жильцы, прохожие, автомобилисты тушили огонь всем, что было под руками. И огнетушителями, и снегом. Как бы ни взорвалась там. Окончательно справились с возгоранием уже прибывшие на место сотрудники МЧС. После на место приехали полицейские и дознаватели. Впрочем, причина возгорания была ясна еще до их приезда. По рассказам очевидцев, автомобиль был подожжен неизвестным мужчиной. Они же пытались его поймать, однако злоумышленник скрылся за углом дома. Почти поймали его. Поймали? Поймали. Поджигатель уже не удалось поймать. Нет. Убежал. А тут камера есть, что ли? Я не знаю, здесь, вон там, в том доме есть, из того дома. Для поимки поджигателя полицейские вызвали кинолога, но по горячим следам мужчину задержать не удалось. На данный момент ведутся поиски подозреваемого и оценивается ущерб, причиненный владельцу автомобиля. Альбина Манибаева, Айрат Назипов, Азак Санугулин. Вызыв 112. А за поджог другого автомобиля вынесли приговор 55-летнему Казанцу. Суд установил, что 27 октября ночью у подъезда дома по улице Даурская мужчина просверлил два отверстия в бензобаке машины своего соседа и поджог. В результате Opel сгорел целиком. Огонь также перекинулся на стоящий рядом автомобиль Джили. Ущерб составил более 600 тысяч рублей. Как выяснилось, мотивом преступления стал конфликт, произошедший в 2013 году между подсудимым и соседом из-за разбитого последним лобового стекла автомобиля. Подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Мужчину приговорили к одному году и шести месяцам колонии поселения за умышленное уничтожение имущества. Товар есть, а хозяина нет. Полицейские Татарстана обнаружили свыше одного килограмма синтетических наркотиков. Пакет с порошкообразным веществом находился в замаскированном схроне в лесопосадке вдоль трассы Уфа-Москва. О находке и поиске его владельца расскажет Рамиль Шайдулин. Скажем так, как мне просто два следа. Искать и вскрывать тщательно спрятанный пакет оперативникам пришлось в темноте, в безлюдном месте. Результат не заставил себя ждать. Видите, да? Мы на экспертизу на тену отправим. Сейчас вскрывать не будем, мы не знаем, что там находится. Экспертиза показала, в найденном пакете с порошкообразным веществом находился синтетический наркотик мифедрон. Общий вес чуть больше одного килограмма. По факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские ведут поиски владельца запрещенного товара. В случае поимки наркозбытчику может грозить длительное тюремное заключение. Рамиль Шайдулин, Вызов 112. 11-летний подросток скончался в Чистопольской больнице, куда его доставили прямо с тренировки по борьбе. 2 февраля около 6 часов вечера в спорткомплексе поселка Аксубаева двое ребят 2006 года рождения. Во время отработки одного из приемов упали и ударились головой друг от друга. Одному из мальчиков после этого стало плохо. Приехавшие медики госпитализировали ребенка с черепно-мозговой травмой. Но врачи оказались бессильны. На следующий день подросток скончался. Второй ребенок не пострадал. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по республике Тарстан проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Тело направлено на экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 54-летний мужчина сгорел вместе со своим домом в Тетюшском районе. Сообщение о том, что в селе Бессонова по улице Дементьева полыхает пожар, поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 4 часа утра. К моменту прибытия огнеборца в пламя успела охватить весь дом и тянулась к сараю. Местные жители, встретившие спасателей, рассказали, что хозяина никто не видел. С огнем справились быстро, однако пламя уничтожило частный дом целиком. Тело мужчины обнаружили, когда разбирали сгоревшие конструкции. Причина возгорания выясняется. Сегодня в Верховном суде Татарстана огласили приговор членам юдинской банды «Казаевский». Напомним, на скамье посудимых 6 человек, обвиняемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство, в том числе беременной женщины, просто гулявшей с собакой, а также грабежи, вымогательства и другие. 14 преступлений и 52 тома уголовного дела. Подсудимые свою вину не признали, однако следователи доказали их виновность в инкриминируемых им преступлениях. Суд согласился с государственным обвинением и в общей сложности приговорил обвиняемых к 122 годам лишения свободы. Дмитрий Бегбулатов и Альберт Кошкин проведут в местах лишения свободы по 24,5 года. Причем первые два года из них проведет в тюрьме. Алексей Тарасов был приговорен к 24 годам лишения свободы, 10 из них в тюрьме. Александру и Сергею Бегбулатовым, сыновьям Дмитрия, суд назначил соответственно 18 и 17 лет заключения. Андрею Морозову 14 лет в колонии строгого режима. По одному из убийств, совершенных Дмитрием Бегбулатовым в октябре 1991 года, уголовное преследование в отношении него было прекращено. За истечением срока давности организатор сообщества Николай Казаев в настоящий момент находится в федеральном розыске. Просил смягчить наказание. Нижнекамский городской суд вынес приговор мужчине, которого обвиняют в убийстве одного человека и сильном избиении еще троих. По версии следствия, все произошло в октябре 2017 года, во время одного из застолий. Однако себя виновным обвиняемый не считает. Почему узнавала Нафиса Минязова. Молитва перед судебным заседанием стала неким обрядом для родственников подсудимого, а понимают, что противостоять доказательствам обвинения могут лишь высшие силы. Племянника этой женщины обвиняют сразу по трем статьям. Убийство, нанесение побоев и кража. Согласно уголовному делу, все произошло в октябре 2017 года. Четверо мужчин позвали подсудимого присоединиться к их застолью. Когда вечер был в разгаре, и товарищи изрядно приняли спиртного, началась словесная перепалка, а затем драка. По версии следствия, мужчина жестоко избил своего знакомого. Тот на следующий день скончался в реанимации, не приходя в сознание. Остальные получили телесные повреждения. Себя виноватым подсудимый не считает. Говорит, убийство произошло случайно. Это была самооборона. Несмотря на все просьбы обвиняемого смягчить наказание и заявление о том, что на иждивении у него находятся двое несовершеннолетних детей, суд признал его виновным. И поводов для смягчения наказания не нашел. На основании статьи 70-й карты по совокупности приговора, вновь назначим наказанием, частично присоединить неотбытное наказание по приговору от 2 мая 2017 года и окончательному салиму назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и один день с отбыванием висправительной колонии строгого режима. Страна защиты с таким вердиктом оказалась не согласна и намерена обжаловать приговор в Верховном суде Татарстана. Нафиса Минязова, Регина Сулейманова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Мгновенная карма, забег фаната и неудачный день. На очереди рубрика «Сплошные проколы». Позарилась на чужое и тут же об этом пожалела. В США воровку настигла мгновенная карма. Девушка выбежала из машины, чтобы забрать чужую посылку. По пути назад она подскользнулась и, судя по всему, сломала ногу. Тогда на помощь пришел сообщник-водитель. Он на руках отнес свою подругу к машине, а позже вернулся за коробками. Но и тут их настигла неудача. Учитывая, что оба попали в поле зрения видеокамеры, найти и задержать неудачливых воров не составило труда. А этот фанат так радовался победе своей команды, что был готов буквально на все. Даже догнать поезд для него на тот момент казался пустяковой задачей. Однако в планы веселого марафонца вмешался столб. А этот день водитель погрузчика захочет поскорее забыть. Молодой человек попытался спустить стоящий наверху поддон со стеклянными бутылками. Роняя их одну за другую, он в итоге обрушил всю стеклотару. Неудача постигла и этого немца. Мужчина хотел форсировать лужу и всячески избежать водных процедур. Получилось не очень. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.